Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избавись за льня. Сейчас мы с вами свяжем цветок хоризонтемы. Вязать его будем из детского акрила пихорка. 100% акрил, очень мягкий и эластичный материал. Для цветов самый подходящий. Вязать георгин мы будем из акрила. Акрил двух цветов, розовый и белый. Основа будет розовая, отделка белая. Берем 14 петель. Независимо от того, на спицах вы вяжете или на вязальной машине. Набираем 14 петель. Любым удобным способом. Я набираю обвиву. Мне так удобно. И начинаем вязать. То же самое вы делаете на спицах. Набираете 14-15 петель. Провязываете ряд. Закрепили ниточку. Теперь беру отделочную пряжу. Два ряда. Для того, чтобы на кончике георгина у меня не было никаких ниток, поэтому я все буду провязывать по два ряда. Раз. Два. И получается, что хвостики у меня будут вместе с скруткой. Скрутка у меня пойдет с этой стороны, а сами листики будут справа, скрутка слева. Так, беру рабочую нитку розовую. Провязываю один ряд. И закрываю. 10 петель. То есть 4 петли, 4-5, если вы набрали 15, то 5, пойдут на основу. А 10 я закрываю удобным мне способом. В данном случае, поскольку я вяжу на машине, удобно закрывать косичкой. Но тут каждый выбирает тот способ, который ему больше нравится. Я закрываю 10 петель косичкой. На спицах вы точно так же закрываете 10 петель. Провязываете 4 петли на оставшиеся 4 петли. Первый листик мы провязали. Так, теперь провязываю обратно 4 петли. Достаю 10 игл. И набираю. Опять же, удобным мне способом. Но я набираю обвив, у меня это гораздо быстрее. Для меня это гораздо быстрее и проще. Любым удобным вам способом. Спицы делают то же самое. Закрыли, открыли. Все. Вот принцип вывязывания вот этой бахромки. Этих листочков. Один ряд провязали. Берем отделочную ниточку. Белую. Два ряда. Раз. Два. Белая больше не нужна пока. Розовая. Провязали один ряд. 10 петель закрываем. Удобным способом. Независимо от того, спицами вы вяжете или на вязальной машине. Но на вязальной машине несравнимо быстрее это все происходит. Хотя принцип вязания одинаков. Набираем. Провязываем несколько рядов. Закрываем. Можно делать потолще. Можно потоньше. Можно не использовать цветную нитку. Вторую дополнительную. У вас будет не такой пестрый цветочек. Так, один ряд провязываем. Один ряд обратно. И делаем набор петель заново. 10 петель я набираю. Если вы сделаете больше 10, у вас иголки хризантемы будут длиннее. Но учтите, что если пряжа мягкая, они не будут держать форму. Поэтому если вы тоже вяжете из акрила, акрил хорошо держит форму. Его главное не отпаривать при этом. У меня отпаренный акрил очень будет хорошо топорщиться. И таких вот иголок надо как можно больше. Провязали ряд. Взяли отделочную ниточку. Раз. Два. Когда вы вяжете на машинке с нитеводом, такой небольшой секрет, вам одна нить идет из нитевода. Вторую не обязательно каждый раз менять. Достали из нитевода одну нить. И вторую просто придерживайте рукой. Рука исполняет роль нитевода. Это такой секрет при частой смене нити. Если вам нужно провязать ряд или два, меняя нить, не обязательно через нитевод ее протягивать. Рукой придержали, машина прекрасно провяжет. Потом достали и поставили рабочую нитку. Вот таким вот способом ряд и закрыли. Вяжем как можно больше иголочек. Каждая иголочка это один листик нашей хризантемки. Цвета могут быть абсолютно разные. Я взяла розовый и белый. Вы можете взять любой. Можно даже использовать разные цвета. Не обязательно все листики делать одинаковые. Можно делать листики чисто белые, чисто розовые, фиолетовые. Какие угодно. Хризантемы бывают разные. Можно желтые. Все, что пришло в голову. Либо те шерсти используем, которые у нас есть. Потому что на такие цветочки много пряжи не нужно. На эту отделку мы можем использовать остатки пряжи из закромов. Пока я с вами разговариваю. Я провязала уже четвертый листик. Все очень быстро. С ручной прокладкой нити это еще быстрее. Потому что мне не приходится затевать все это с заменой нити в нитеводе. Что спицами, что вязальной машинкой совершенно все равно. Вот таким вот способом, меняя, снимая, закрывая и открывая петли, мы вывязываем как можно большее количество иголок у хризантемы. Потом мы просто их соберем все вместе. У нас будет готовый цветочек. В итоге у нас получилась вот такая заготовка. У меня 30 лепестков. Ну, где-то третий из них я связала двухцветный. Как я вам показывала, с белой серединкой. И две трети чисто розовые. Теперь начинаю сворачивать. Просто руликом трубочкой сворачиваю. Так, вот эта вот мне не нужна. Начинала с этой части. У меня бело-розовые лепестки пойдут в серединку. Лицом к себе кладу заготовку. И просто сворачиваю руликом. Чтобы нитка не мешалась. И можно периодически подшивать то, что у нас получается. Главное, не очень туго заворачивайте. Как только почувствуете, что конструкция становится не слишком стабильной, Вот у меня ниточка, которую мы начинали. Делаю в нее иголку. И периодически можно подшивать все это. Чтобы не развалилось. Смотрите, чтобы край был ровный. Потому что чем более плоский край, тем проще с этим цветком обращаться. Мы же должны его куда-то подшить. Не просто так. Так, белая нитка кончилась. Я ее тоже отрежу, она не нужна. Вот, по-моему, настает уже время. Это все подшить. Немножко завернули. Так, потому что оно уже все пытается куда-то деформироваться. Вот, чтобы этого избежать. Периодически через середину, через края. Мы все это вязание подхватываем. Во-первых, не даем размотаться и деформироваться. Закрепили середину. Середина чаще всего пытается убежать. Причем внутрь, если мы ее вовремя успеем прихватить, то, в общем-то, все остальное уже и не развязывается. И спокойненько можем закрыть дальше. Поскольку я не делала все лепестки бело-розовые, хотя можно было и все сделать, но мне не понравилось вот это вот основание пестрое. Видите, получается такое пестрое основание, и это не очень красиво. Поэтому внешние лепесточки я сделала чисто розовые. Кстати, их можно делать шире и длиннее начальных. Вяжите точно так же, но только делайте не 4 рядочка, а 6. Например, у вас лепестки крайние, внешние будут толще и длиннее. То есть не 10 игол, а 12-13 иголок делаете. Получается более массивная такая конструкция. Аккуратно заворачиваете. Вот здесь еще одна ниточка можно. Можно будет ей тоже подшить все. Вот то, что мы получили. Еще раз подправляю серединку. И пришиваю через середину и через края, чтобы это точно уже никуда ничего не убежало. Делаю сметку. Теперь мой цветочек не распустится. Видите, у него абсолютно плоская донышко. Он может стоять. У меня есть две нитки. То есть я могу и одной, и второй зашивать. Не надо добавлять ничего. Вот этой ниткой мы начинали, вот этой заканчивали. Обе могу пустить на сшивание цветочка. Вот. Вот что получается. Чем больше лепесточков, тем, естественно, красивее получается цветок. У меня 30 лепестков. Вот такая хоризонтема. Чем больше, тем интереснее. Средние белорозовые, крайние чисто розовые. Можно было сделать чисто белые. Можно было по очереди вязать белые, розовые, какие угодно. Можно сделать самые разные, самые разные цвета. Но если вы будете делать больше лепестков, то, естественно, длиннее. То есть лепестки, естественно, их надо больше, чтобы был таким шаром этот цветочек. Если будете покороче, то такого количества, в общем-то, достаточно. Вяжется это недолго. Делается просто. Очень эффектно и интересно выглядит. Вот такой цветочек хризонтемы. Продолжение следует...